Один день в моей корейской школе. Сегодня мы принесли в школу вкусняшки, чтобы поесть их на перемене. У нас с подругой в одно и то же время урок физкультуры, поэтому мы вместе. Местер уже закончился и мы сдали все экзамены, поэтому на уроке физкультуры мы делаем, что хотим. Некоторые играют в волейбол, бадминтон, а некоторые просто сидят в телефонах. Мы с подругой решили снять немного новогодних тикток-трендов. И вот как это выглядело. Потом на перемене мы перекусили тайскими орешками. На обед была котлета с сыром, салат и овощи. А вот эту штуку, похожую на мозг, я просто не стала есть. Как всегда после обеда с подругами чистим зубы. Это моя сестра учит английский. Учитель по математике раздала нам вот такие вот милые папки. Потом я поела такие маленькие желейки. Потом мы с семьей отправились в большой оптовый корейский магазин. Сюда приходят, чтобы закупиться на неделю или даже на две. Отсюда вы точно не уйдете с пустой корзиной. Что-то вам точно понравится здесь. Мимо продуктов здесь также продают технику, одежду, а также постельное белье и обувь. Детская одежда, пижамы, игрушки, носки, куртки. Здесь правда можно найти все. Особенно мне понравились эти милые теплые пледики. Но дома у меня уже есть таких два. И да, здесь есть также игрушки. Просто посмотрите на размер этой большой собачки. Она ну очень тяжелая. Это мы с вами посмотрели один этаж. Теперь спускаемся в другой. Как я и говорила, этот магазин оптовый, поэтому здесь все лежит в больших коробках. Плюсы брать здесь оптом, это то, что цены здесь намного дешевле, чем в обычных магазинах. Вот в таких больших коробках здесь продают чипсы. 10 штук в одной коробке. Сладкая кукурузка. Обожаю кукурузу. Дальше у нас идут банки с халапеньем, огурцами, оливками и так далее. Томатная паста для спагетти. Парри. Еще паста. Ребной пюре суп в больших коробках. Тунец тоже в больших коробках. По 8 штук в одной коробке. Очень много видов рамена. В коробках по 30 штук. Потом у нас идет отдел сладостей. Такие вот рыбные чипсики в виде рыбок. Очень много мелких ментосов в баночке. Шоколадные мини кейки. Чипсы со вкусом кальмара. Вкусные сладкие вафли. Печеньки с яблочным джемом. Еще крекеры. Шарики из кальмара с арахисом. Бисквит с клубникой. Еще чокогрибочки. Дальше печеньки с шоколадом. Карамельный попкорн. Вафли с карамелью к чаю. А вот это просто офигенные печеньки с ореховой пастой. И снова вафли. Картофельные чипсы. Шоколадные вафли арео и печеньки арео. Еще шоколад. Четыре шоколада в одном. Любимый шоколад моей бабули. Мини ММ Дэнсы в одной большой упаковке. Еще есть твикс. Манговые мармеладки. Мини желейки когда-то брала, кстати, очень вкусные. И плюс удобные в маленьких упаковочках. Тушеная манго. Ириски фрутелла. Огромные коробки с пеппером. Киндеры. Красиво упакованные в разных вкусах трюфели. Виноградный джем. Дальше разные желейки в разных вкусах. Еще есть такие желейки. Еще мы нашли вот такое вот тирамису, где уже есть все ингредиенты. Осталось только их соединить. Тирамису трюфели. Дальше мы поднимаемся на другой этаж. И здесь просто морозилка, потому что здесь хранятся фрукты, овощи и ягоды. Авокадо, помидоры, два вида винограда, манго. Еще ананасы. Далее идет вот такой вот салатик. Сырные палочки, кстати, тоже очень вкусные. Здесь очень много видов сыров. Взяли одну пачку. Она предназначается для пиццы, но мы взяли его для рамена. Еще взяли сливки. Еще есть сыры бурата. Мы взяли один для свежего салата на Новый год. Сыр бри, обожаю его есть с медом. Далее полуфабрикат из куриной грудки. Очень много видов всяких колбас, ветчины, хэма. Смотрите, какой милый лягушонок. Дальше идет алкоголь. Мы взяли две бутылки шампанского на Новый год. Вот такие вот хот-доги, которые продают на улице. Готовые хот-доги, то есть сосиски в тесте. Мясо сладкое, соленое, маринованное, с разными соусами, овощами, без. В общем, так как корейцы любят полуфабрикаты, здесь их полно. Курица, мясо, супы, булочки. Все это есть в почти приготовленном виде. Кстати, мясо здесь дорогое. Дальше идут булочки. Здесь очень много видов булочек. Руассаны, тарталетки, батрушки, печеньки, кексы, батоны. Сложно даже что-то выбрать. А итог мы взяли трубочки с кремом. Вот такие еще аппетитные булочки с джемом. Еще есть чизкейк и тирамису. Кстати, они недорогие. Потом идет моя самая любимая. Здесь просто офигенно пахнет. Да, это уже готовая еда, которую готовят здесь. Курица жареная, запеченная. И мои любимые креветки. Я хотела взять одну упаковку, но не взяла, потому что очень дорого. Был еще вот такой вот салат из креветок. И вот такая вот у нас корзина вышла. Мы взяли два вида сыра, две бутылки шампанского, два вида мяса, сливки и круассаны. И чек вышел на 172 тысячи вон. Помимо продуктов здесь также есть кафе. Поесть здесь можно очень вкусно и сытно. Да еще и здесь очень дешево. А еда здесь просто огроменных размеров. Но мы решили поесть в другом кафе, поэтому взяли только мороженое. И вот мы уже пришли в кафе Маратан. Кстати, на моем канале уже есть видео обзор об этом китайском супе Маратан. Кафе, в котором мы обычно ходим кушать Маратан, было закрыто, поэтому мы пришли сюда. Но дизайн кафе мне очень понравился. Кажется, оно открылось только недавно. Мы взяли вот такую вот свинину в кляре, которая называется Кобару. И вот такой вот суп. Подписывайся на мой канал и другие соцсети. Буду тебя ждать. Секари!